Вместо урока мультфильмы. Полезные, необычное занятие сегодня проходит в Михалевской школе. С первого по пятый. Такие зрители в актовом зале. В основе сюжета детские шалости, опасность рыбалки, игры в трансформаторной будке, использование электроприборов. Ребята смотрят внимательно. Новые знания должны помочь не встретиться с бедой. Вот у нас с собой такой наглядный агитационный материал, как правильно осуществлять рыбную ловлю вблизи линии электропередач. То есть, что нужно учитывать, на что обращать внимание. То есть, для этого специально разработана вот такая стойка. И будет детям наглядно показано, как нельзя забрасывать, приближаться удилищем к линии электропередач. Следующая на очереди викторина. Взрослые спрашивают, дети отвечают. Теперь лекция. Главная под темой – опасность электросетей, теплобезопасность, использование электроприборов. За активное участие – познавательная раскраска, закладки для книг, магнитики. Что ты сегодня запомнила из урока безопасность? Нельзя лазить по электротрубам, нельзя лазить по трубам, нельзя по проводам, нельзя трогать провода, которые оборваны. Что нельзя с веном в ванне быть. А что еще? Больше ничего. А когда ты дома вытираешь пыль на электроприборах, что с ними нужно делать? Выключить. С какого возраста можно пользоваться плитой, знаешь? Электрической плитой. В 12 лет. Специалисты заглядывают и в Турковскую школу. Ученики готовы получать новые знания и навыки. От взрослых – показательное выступление. В качестве инструментов – листовки, телевизор и установленные знаки. И ребята, и педагоги – все сходятся во мнении. Такие занятия нужны. Тем более проводятся они постоянно и на разные темы. Хочется поблагодарить представителей госэнергогазнадзора за предоставленную информацию, за предоставленные листовки, наглядную агитацию. Благодаря им, благодаря их помощи, их наглядности мы проводим уроки безопасности в школе и используем их наглядность. Стоит отметить, лекции, интерактивные игры ежемесячно проводятся в учреждениях образования Побруска и района. Все усилия направлены на профилактику, которая помогает уменьшить количество электротравматизма, напомнить людям о правилах безопасности при использовании газа в быту.